В наше время очень часто делают мемчики по разным классическим играм, ибо проблемы современной игровой индустрии заставляют людей вспоминать игры, которые, по мнению многих, намного лучше этих ваших Fallout 4, Call of Duty и прочего шлака для особенных. На самом деле это очень хорошо, и я даже не против, ибо... Это знать надо! Это классика, блядь! Однако, среди всего этого потока однотипных мемчиков, я ни разу не увидел контента по одной игре, о которой почему-то все забыли. Аркс Фаталис, или, как ее перевели наши умельцы, ужасы крепости Аркс. Эта игра вышла в 2002 году на ПК, а в 2003 она посетила первый Иксбокс. Ответственной за разработку этой игры студия Аркейн Студиус. Да-да, именно те, кто создал Дизонорд, Прей и Дарк Мессия. Аркс Фаталис их самая первая игра, и почему-то о ней мало кто помнит. Поэтому я в рамках своей передачи для Дошкаля старше 18 лет обязан рассказать вам про что же эта игра. И прежде чем рассказывать, надо бы установить эту игру, а как вы знаете, в наше время очень проблематично играть в старые игры. Поэтому для начала я купил данную игру в стиме за 99 рублей, и кстати, тут есть русский язык, что в наше время редкость для классики. Затем я установил эту игру и скачал специальный мод Аркс Либерталис, который убирает многие баги и позволяет этой игре запускаться на моем ПК. И вот теперь-то можно начинать. После запуска игры мы видим заставку, где какой-то хмыть в темноте обращается к богам и рассказывает про свой мир. Слушайте создание света и обратите внимание на мои слова. Жили-были люди и самые разные существа, ну там гоблины, тролли, анимешники. Иногда они воевали друг с другом и никак не могли найти примирения. Но в какой-то момент солнце внезапно начало гаснуть, и такими темпами рано или поздно оно потухло бы навсегда. Поэтому все эти некогда враждебные народы сплотились вместе, дабы переселиться под землю в шахты гномов, где они смогут выжить, пока солнце не остыло, а поверхность не покрылась мглой и снегом. Во время переселения люди обнаружили сообщество женщин-змей, которые в совершенстве владеют магией. Эти дамы любезно предложили свою помощь и создали в этих шахтах своего рода биосферу, дабы можно было выращивать еду. В итоге все существа успели переселиться и отстроить свои королевства до того, как солнце потухло. На верхних ярусах поселились люди, под ними гоблины и тролли, чуть ниже женщины-змей, или как они называют себя, сестры Эдерней. Еще ниже живут крысолюди, не очень приятные типы. И в самом низу живут гномы, чей технологический прогресс ушел далеко вперед. Шло время, жизнь шла своим чередом, пока новое зло в лице злого бога Акба не... Не успел он договорить, как его прирезал какой-то подлый красолюд. Класс! Ладно, пора начинать игру. А начинается она с экрана создания персонажа. Не скажу, что кастомизация персонажа разнообразна, ибо на выбор мы имеем 4 варианта внешности. Цой, Ариец, Бомж и Сатанист. Выберу я внешность Цоя, потому что с детства обожаю кей-поп. В детстве у меня, помнится, был лицензионный диск, внутри которого был файл с руководством к игре. Там давались советы для новых игроков. Например, варианты прокачки персонажа. В теории мы можем пойти по пути воина-мага-вора, однако никто не мешает вам комбинировать свои способности, чтобы, допустим, стать магом-воином или вором-лучником. Я решил пойти по пути классического воина. Во-первых, потому что пизделю раздавать всегда приятно, а во-вторых, потому что вы так проголосовали в первый час опроса на ютубе. И пофиг, что на второй день в опросе побеждал вор, ибо игру я уже успел начать. Поэтому я качаю силу, немного ловкости и выносливости, а вот интеллект у меня будет минимальным. О, ты грыж! Также я прокачаю себе ближний бой и защиту. Тут еще достаточно много скиллов, как, например, взлом, ремесло, чутье, скрытность, магия или стрельба из лука, но они нам пока что не нужны. Персонаж создан, игра началась. Мы видим катсцену, в которой ничего не понятно. Наш герой отчего-то пизделился, и ехидный гоблин заточил его в телячку. И вот мы просыпаемся за решеткой в грязной камере около параши. В соседней камере находится лысый мужик, который подзывает нас к себе. Я... я память. Что? Я ничего не помню. Даже собственного имени. Что я здесь делаю? Наверное, гоблы подкрались, стукнули по голове и оглушили твари. Дальше мужик советует нам осмотреться у себя в камере. Вполне возможно, мы сможем найти способ выбраться отсюда. Тем временем ехидный гоблин ходит вокруг да около и подначивает нас. Пленник, затыкайся. Твоя, скоро подыхай. Вот урод, сука. Сейчас я найду выход, и ты у меня сам подохнешь, гнида. Берем в руки кость и даем гоблину понять, что за базар отвечать надо. Охуеть, я его ударом кости на ноль поделил. Ебать я мощный. Кстати, в этой игре нет такого понятия, как диалоги. Нам, конечно, можно разговаривать, нажимая на персонажей, но мы не можем выбирать какие-либо варианты ответа. Тут люди спросят, и что это за ролевая такая? Как же вариативность геймплея и отыгрыш? Все очень просто. Игрок имеет возможность выбирать прохождение, не диалогами, а своими действиями. Как настоящий мужчина! Мужчина определяется делом, а не словом. Например, сейчас мы можем спокойно уйти отсюда, не выпуская лысого из камеры. Не оставляй меня тут, пожалуйста. Амшигар, вернись. Амшигар? Это мое имя? Не помню. Разве ты не выпустишь меня? И это будет иметь свои последствия. Тем не менее, мы выпускаем данного товарища и слышим от него вот это. Благодарю тебя, Амшигар. Если не помнишь свое имя, возьми это. Оно означает безымянный. Далее лысый говорит, что его зовут Култар, и он член гильдии путешественников. Это гильдия людей, которые имеют храбрость и возможность перемещаться по холодной поверхности между другими городами. А ты даже из своей квартиры выйти, ссыкуешь! В конце Култар говорит, что ранен и не сможет пролезть через эту дыру. Он лучше подождет, пока мы откроем дверь. Ну, делать нечего, прыгаем. Мы спустились вниз, и тут моя мышка начала лагать и прыгать туда-сюда. Я был вынужден залезть в инет и решить эту проблему, дабы далее снимать данное видео. Мне пришлось скачать и установить еще пару штук, дабы игра работала лучше, и это была моя большая ошибка. Моды, которые я скачал, делают освещение более реалистичным, и от этого игра стала еще криповее. А я, кстати, пугливый пацан, и в эти ваши аутласты могу только на стримах играть. Мы проходим чуть дальше и видим труп, на котором находим штаны и руны. Тут позвольте вам рассказать про магию данной игре, ибо ей уделено отдельное внимание. Всего в игре находится около 20 рун, которые мы должны комбинировать между собой чертя их в воздухе мышкой. После того, как мы начертим руны, остается заклинание, а заклинаний тут много, и все они разные сложности. Кстати, в ванильной версии было очень сложно колдовать, так как порой ты мог 20 раз налицовать руну, а игра ее не распознает. Благо, мода, которую я установил, сделали этот процесс намного легче, и игра за мага уже не принесет такую жопную боль. На этой локации нам лишь попадаются крысы, но так как игра стала темнее, для меня каждое нападение работает на манер скримера. Сука! Кстати, как бы это не было странно, но Аркс Фаталис это не только ролевая игра. Она обладает некоторыми игровыми механиками, которые частично превращают ее в квест. Как Петька! Дело в том, что у нас есть инвентарь, и порой нам надо доставать оттуда предметы и использовать их на окружающий мир или персонажей. Допустим, сейчас мы видим лифт, который не работает. Для того, чтобы его включить, нам надо найти веревку. Оу май! Всего есть два пути нахождения веревки. Мы можем додуматься и открыть секретную комнату, где будет эта веревка. Или побродить по локации и найти ее в другом месте. Кстати, вот видите того паука-пидора? Когда я играл в первый раз в детстве, я не заметил этого паука, и он упал у меня прямо перед лицом. На тот момент мне было лет 12, но я чуть не обосрался. О, костерок! Почему бы нам не приготовить рыбку? В этой игре вы можете себе готовить пожрать. Конечно, в большинстве случаев все сводится к бросанию сырых продуктов в костер, но для 2002 года и так сойдет. Чиним лифт и получаем новый уровень. Кстати, по-первых, вы будете срать штаны от каждого левелапа. В конце локации мы находим кинжалик и крупного гоблина, который пиздит рычаг и не дает нам пройти. Моя тебя сейчас назад тюрьма пихать. Вроде бы, вау, Махач один на один, но тут сзади в крысу на него нападает Лиза из Бразерс. Амшигар, мы его сделали! После победы Стэтхэм рассказывает нам, что к нему в комнату зашел гоблин, которого он затем пизданул. Пришла моя очередь бить сзади. Он просит нас выбираться и не беспокоится о нем. Мы снова попадаем в тюрьму гоблинов и имеем возможность услышать местный гоблинский юморок. Твоя опять проигрывать? Твоя виски. Моя сегодня, не играй больше. Ай, моя знать, хорошая шутка. Моя любить шутка, твоя сказать. Твоя знать, почему серый гоблин усатый? Нет. Они в мать пошли. Смешно, да? Моя не смешно. Моя мамаша быть серый гоблин. Твоя моя... Виняй. Неплохо, сказал я, и убил последнюю надежду на возрождение гоблинских стендапов. Чуть позже я нахожу гоблина, которого посадили за решетку. Ты гоблин? Что же ты делаешь за решеткой? Моя польза, твоя помогай мне. Моя помогай тебе. Иди, твоя, открывай дверь. Чего ради я должен это сделать? Моя тебе потом. Помогай. Моя давай. Честный гоблинский слово. Да, да. Открываем камеру, и гоблин говорит нам, что мы сможем найти его в таверне наверху. О, смотрите, отсылка на Доки Доки Литературный Клуб. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Дальше я совершаю маленький геноцид гоблинов. Нахожу одну полезную бумагу, она пригодится нам дальше, и натыкаясь на гоблинов постовых. Один из них говорит, что если я хочу пройти дальше, то мне нужно предъявить бумаги, которые подтверждают, что Амшигар торговит самоцветами. У меня уже есть одна из этих бумаг, но мне надо, чтобы кто-нибудь ее заполнил. Кстати, тут у нас все-таки есть вариативность прохождения, поэтому если у вас есть деньги, то вы можете дать на лапу гоблину, и он вас сразу же пропустит. Но денег у нас нет. Прям как в жизни! Поэтому мы пока что уходим. Покидаем тюрьму и видим следы какого-то побоища. Трупы людей, куски мяса вокруг. Думаю, стоит напомнить, что в данной игре атмосфера так называемого темного фэнтези, поэтому ожидайте кровь, кишки и ужасы. Находим полуживого солдата, он говорит, что их атаковали, и нам надо пройти наверх к начальнику стражи Артьерну. Люто опиздюленный Артьерн рассказывает нам, что же здесь произошло. На данную заставу напали Илсиды, какие-то непонятные сверхлюди, которые быстро двигаются и обладают сверхчеловеческой силой. Они вырезали всю заставу и скрылись. Теперь задача Амшигара добраться до Королевства Людей, сообщить королю, что Илсиды объявили им войну. Но тут внезапно обнаруживается сложность. Короткий путь до Королевства Людей завален, и нам надо пробираться через Королевство Гоблинов. И дабы нас снова не закинули в тюрячку Гоблинов, Артьерн дает нам специальную бумажку, подтверждающую, что мы якобы торговец самоцветами. Теперь у нас на руках есть две важные бумаги. Лицензия на торговлю самоцветами, которую мы получили от Артьерна, и разрешение на торговлю самоцветами, которую мы нашли в тюрьме Гоблинов. Но разрешение у нас все еще не подписано, и в этом нам поможет один Гоблин. Блин, вот вроде бы темное фэнтези про войну, трупы, кровь, расчлененку, в котором тоже есть, оказывается, проблемы с бюрократией. Прямо как в жизни! Идем в таверну недалеко от заставы. Вы только посмотрите на них. Пока там людей режут, пока люди гибнут, они тут сидят и вино хрючат. У-у-у-сю-ка! Находим нашего Гоблина Польсия. Отдаем ему бумагу, и он ее подписывает. Вот твой бумага, друга! Теперь можно походить по таверне. Находим тут местное казино. Биба-ла-ла-бега-бега-бега-бега! Знакомимся с местным контингентом. Я... да... думаю... От ненависти ничего хорошего не бывает. И находим персонажа по имени Энуэль Калпаль. Ты, кажется, не здешний. Заходи, выпей, передохни. Я Энуэль Калпаль. Разговариваем с ним насчет нашей амнезии. Он ржекает и предполагает, что мы из гильдии путешественников. А наша амнезия от того, что кто-то сильно стукнул нас по голове. Неплохо, чё! Так, со что тут у нас? Пароль. Открывай, я уже назвал пароль. Пароль. Тизи сказала, ты можешь открыть. Эй, я хочу попасть туда. Ну-ка поболтаем с барменшей. Мне нужен пароль, чтобы пройти за эту железную дверь. Эй, нет, дорогуша. Может попозже, когда будешь посвящен. Блять! Чуть позже я вернулся в тюрьму и отдал все бумаги гоблина. Человек хороший, твоя может проходить. Решая с ними поболтать, но они не очень-то хорошо ко мне настроены и в принципе относятся как говну. Прочь, вонючка! Прям как в жизни! Я быстро прохожу через эту локацию, мне пока что делать нечего. Быстро прохожу через пещеру с пауками, мне тут тем более делать нечего, да и пауки тут стрёмные, шо пиздос. И добираюсь до королевства людей. Добро пожаловать в арк, сэр. Прошу пройти в комнату стража и представиться Карла. Хм, королевство людей? Хотя королевством это трудно назвать. Скорее это небольшой городок, ну или поселок городского типа. Добираемся до короля людей по имени Ланшер. Я Амшигар. Я бежал из гоблинской темницы. Меня прислал сюда Ортьерн. Он и его люди на заставе оказались в ловушке. Он просит расчистить путь к замку. Дорогу перекрыл обвал. Кроме того, на них напало несколько елсидов. И со второй атакой им не совладать. Не хочу показаться пессимистом, но они с первой-то атакой не особо справились. Король весьма прихуел с таких новостей и попросил нас отнести письмо королю троллей Погу. Ланшер уверен, что тролли не откажутся помочь разобрать завалы. Амшигар не против, но его все еще волнует, что он потерял память. Ланшер уверяет, что это просто его гоблины по башке пизданули, вот и все дела. Ну ладно, делать нечего, придется идти. Я решаю еще немного пошататься по королевству людей и осмотреться. Нахожу местную библиотеку, в которой заведует женщина-змея. Очевидная шутка про феминизм. Кстати, она будет давать нам советы по мере прохождения, что очень даже неплохо и порой полезно. Тролли трудятся в этих шахтах двумя этажами ниже. Найти правителя очень просто. Он самый забавный из них. Потом нахожу местную кузницу. Добро пожаловать в мой магазин, друг. Я Мигель. Оружие и доспехи, моя работа и моя жизнь. Если надо что-нибудь починить, оставь это мне, я сделаю все в наилучшем виде. Девочку Шани, которая любит лазить по гробницам с трупами. Здравствуй, странный человек. Я Шани. Ты за мной пришел, да? Мама всегда мне говорит, не играй где не положено. Из гробниц, говорит, вылезают всякие твари. Но мне так нравится играть с каменными героями. Больная, блядь! И нахожу местный магазин хостоваров. Более-менее собрав себе снаряжение. На самом деле я не собирал снаряжение, а просто спиздил щиты и мечи с комнаты стража. Я отправился в королевство гоблинов и троллей. На входе к лагерю троллей стоит один из их представителей. Ласково намекает, что нам тут не рады. Твоя не ходи. Твоя не друг. Моя скормит твоя крысам, если твоя не уходи вон. Однако я показываю ему письмо от Ланшера и он меня пропускает. В их лагере я нахожу гоблина. Общаемся с ним. Ты что здесь делаешь, гоблин? Моя у троллей, мастер. Моя плохо. Тролли не работать. Совсем не работать. Не говорить почему. Мне не доверяй. Так тролли работают на тебя? Да. Тролль сильный. Тролль копать самоцветы. Гоблин умный. Самоцветы продавать. Эксплуатация тупых и сильных, умными, но слабыми? Прям как в жизни. Пок говорит, что они с радостью помогут, но только если мы сможем найти идола, который, по мнению троллей, защищает их от обвала в пещерах. Рассказываем это гоблин надсмотрщику и тот отводит нас с гоблинов, потому что он слышал, как кто-то среди его сородичей говорил про этого идола. И, возможно, вор находится среди гоблинов. Твоя не самый умный, как гоблин, но моя пустит тебя в город. Твоя надо делать, чтобы быстро вождя гоблинов очень сердится, если тролли не работают. Почему вождь будет сердиться? Это только справедливо. Вы так плохо обращаетесь с троллями. Так должно быть. Трой сильный. Трой копать самоцветы. Гоблин умный. Гоблин продавать самоцветы. Откройте там, впустите этот противный человек. Ну, тогда ладно. Теперь я в королевстве гоблинов. Немного походя туда-сюда, я нашел их сокровищницу, в которую меня не пускает охранник, под предлогом, что некий отток запретил туда кого-либо пускать. Спустя некоторое время мы находим этого самого оттока и происходит подобный диалог. Это моя дом. Что твоя тут делать? Я торговец самоцветами. А кто ты? Твоя, говори, моя вождь отток. Моя должна быть вождя. А латар жульничать, когда бы выбирать вождь. А теперь он жрать мой булка. Вот оно что. Только глупая человека не знать такой вещи. Не хочу строить из себя Шерлока Холмса, но этот гоблин уж больно подозрительный. Вполне возможно, это он спиздил идол, и вполне возможно, этот идол сейчас находится в той сокровищнице, в которой он запретил кого-либо пускать. Нахожу у него под подушкой какой-то ключ, и теперь мне нужно найти короля гоблинов. Но тот сидит у себя в тронном зале и никого не пускает. Лишь повар ходит туда-сюда и просовывает ему свои булки под дверь. В покоях короля, да, я спокойно прошел к нему в покое, и никто меня не остановил. Видимо, тут с охраной все совсем плохо. В покоях короля я нашел записку от аптекаря. В ней говорится, что королю гоблинов Аллатару, а так зовут этого короля, запрещено употреблять вино, иначе ему будет худо. Я дошел до кухни, где повар делает королю булки. Пока повара не было на месте, я добавил вино в тесто, и дальше произошло вот это. О, тесто есть странный вкус. Тьфу, тьфу. Наверное, моя положить слишком много. Червяк. Тьфу. Теперь нам надо лишь посмотреть, как повар отнесет булки, а король с обосранной жопой побежит к себе в покое. Там на толчке уже происходит диалог между Амшигаром и королем. Кстати, вот вам мастер-класс, как нужно общаться при встрече со мной. Я должен отыскать идола, которого похитили у троллей. А для этого мне нужен пропуск в твою сокровищницу. Торговец? Вождя гоблину занят? Поди прочь. Ваше Величество, я полагал, что такой просвещенный и мудрый владыка, как вы, поймет, насколько важно разобраться с проблемой отказавшихся от работы троллей. Если я не прав и ищу то, чего здесь нет, вы вышвырнете меня, как низшего из нижайших. Но если я отыщу идола, то ваш непревзойденный гений спасет империю от экономического краха. Моя? Моя спасет? Моя решить смотреть можно. Стража, открыть сокровищницу! Отлично, теперь мы можем пройти в сокровищницу. Охранник нас пропускает, и мы видим сундук. Он красноватого оттенка, это означает, что наше предчувствие намекает нам, что открыв сундук, сработает ловушка и нам нанесется урон. Но у нас нет ничего, что может отключить ловушку, так что открываем на свой страх и риск, используя ключ оттока. В сундуке находится идол, но тут откуда ни возьмись, появляется отток. Мой сокровище негодяй! Моя могла сделаться вождя! Моя потом целый день есть булка! Целый ночь! Аллатар Баллан! Он не заслуживает корона! Не умеет пробиться с тролль! Твоя все портить! Моя убивать твой глупый башка! Далее происходит файт в стиле Жожи. Теперь идол у нас! Я нахожу для себя кожаный доспех в этой сокровищнице, рассказываю обо всем Аллатару. Он негодяй! Он хотел трасть мой булка! И отдаю идол королю Погу. Тот очень радуется и соглашается помочь людям убрать завал. После разговора я насрал штаны от Левелапа И отправился дальше. На выходе из локации меня снова заставили испачкать штаны. Иди ко мне! Ты нужен мне! Отдай мне свою жизнь! Что это за хуйня? Хорош меня пугать! Мне страшно! В тронном зале становимся свидетелями разговора короля, алхимика и женщины-змеи. Их беспокоят частые землетрясения, которые вызваны ритуалами культа местных сатанистов, которые поклоняются божеству по имени Агба. Король советует всем быть на стороже. Далее он хвалит нас и говорит, что мы реально крутые. Он нас награждает и дает официальный титул. И долго бы продолжались эти королевские лобызания в десна, как вдруг внезапно подбегает начальник стражи. Он говорит, что начит новый ритуал культа сатанистов, который, возможно, связан с убийством Фалана Орби Планаксом. Это, кстати, вот этот мужик из заставки к игре. Король любезно просит нас узнать обо всем этом и разобраться. А за это он дает нам доступ ко всем закоолкам замка и собственную комнату. Теперь нам надо узнать, что за хуйня тут происходит. Разговариваем со змеей, с подозрительным типом из обсерватории, который заменяет Фалана и странным образом избегает разговора с нами. Затем общаемся с алхимиком и тот рассказывает, что Фалан был королевским астрономом и он оказался близок к тому, чтобы разоблачить какой-то заговор. Но когда он был совсем близок к этому, его убили. Также он говорит, что Фалан перед смертью отдал ему какую-то записку. Алхимик совсем не понял смысла и отдал ее нам. Может быть, мы разберемся. С этой запиской мы идем в покой Фалана и находим там сейф с кодом. В записке находится загадка, решив которую мы узнаем этот самый код. И я как настоящий истинный разумист сия Израиля, таки решаю головоломку и открываю сейф, в котором находится дневник астронома. А, вот она. Записная книжка Фалана. Пожалуй, пора собирать совет. На совете мы узнаем из дневника Фалана, что он заметил, как один стражник по имени Эрцог совершал какой-то темный ритуал, принося в жертву курочку. За решетку этого больного дебила! Также мы узнаем, что Фалан собирался попросить помощи из Нодана. И вполне возможно, из Нодана нам отправили на помощь стража. И тут позвольте вам пояснить, что такое Нодан и кто такой страж. Нодан это измерение богов, в котором живут высшие существа. И порой, если случается какой-то пиздец, и кто-то хочет божество из Нодана призвать мир людей, то боги посылают стража, который должен это предотвратить. Ходят легенды, что эти стражи сильные, как орда монголов, ловкие, как племя джекичанов, умные, как два Стивена Хотнинга и половина Вассермана, и загадочные, как таиландские проститутки. Теперь, когда мы узнали про Нодан, разрешите вам пояснить заместный культ сатанистов и что они пытаются сделать. Сатанисты поклоняются богу Агба. Если пытаться кратко описать Агба, то это бог пиздеца. Сектанты проводят ритуалы с куском метеорита под названием Кольтк, который является каналом к измерению Агба. Принося жертвы и вознося молитвы, сектанты делают этот канал мощнее, и, возможно, скоро этот канал станет достаточно сильным, чтобы выдернуть Агба за его анус из измерения в наш мир. И лишь страж может разрушить этот метеорит, поэтому нам надо найти этого стража любой ценой. Алхимик говорит, что у него есть кусочек Кольтка, и он отдает его Амшигару. Едва Амшигар коснулся этого камня, как произошло следующее. Приветствую тебя, страж. Вот твоя новая миссия. Короче, оказывается, что Амшигар и есть этот самый страж, и наша задача остановить Агба от вторжения в этот мир под названием Экзоста. Нас наделили особой силой, которая позволит с одного прикосновения уничтожить метеорит. Весь совет, конечно, немного подухуел с этого, но они одобряющие кивнули и пожелали удач в поисках логова сектантов и уничтожения метеорита. И на этом первая часть истории про Аркс Фаталис заканчивается. Если хотите, чтобы продолжение вышло скоро и был таким же quality, как и всегда, то помолитесь еврейским богам. Поставьте лайк данному видео, дабы оно чаще выскакивало в рекомендуемых у роботяк, и дерните соседа за анус. А на этом все, дорогие друзья. До скорых встреч. Наш вождь сильно любит булка. У наш вождя есть головной боль. Шахтер не работает. Нет самоцвета. Ай-яй-яй, моя надо больше. Делай булка. Наш вождь быть занят. Моя запихнуть булка под дверь. Ля-ля. Папа. Соль. Еще немножечко. На соль. О, тесто есть странный вкус. Тьфу-тьфу. Наверное, моя положить слишком много. Червяк. Тьфу. М-та-та-ту-та. М-ти. Гляди, вождя, какой вкусный булка. Моя засовывать под дверь. Хорошо, а ну-ка, носи еще, моя голодный. Вождя обожраться. О, сожрать лишние десять булка. Какой плохо. Ой-о, моя готовить снова, когда вождя бывает здоров.